Музыка Всем привет! Что сегодня на обед будет у меня? Кому интересно, посмотрите. А обед будет очень незамороченный, но вкусный. У меня есть вот такой огромный баклажан. Уже немножечко такой помятый, потому что лежит, лежит. Думаю, что-то надо приготовить. Я хочу с него снять кожуру. Он даже, видите, мягенький такой и сложно очищается. Я его сейчас почищу и скажу, сколько по весу. В очищенном виде. Еще понадобится картофель у меня здесь 515 граммов. 1 лук, 2-3 зубка чеснока. Соль, перец, конечно, естественно. Все по ходу дела. Ну, немножко зеленушки. Очищаем. Баклажан нормально так очистился, хоть и мягкий. Отлично. По весу сейчас посмотрим, сколько. 355 граммов. Вот такой большущий. 56 даже. Баклажан. В принципе, можно взять баклажанов и картошки по весу в одинаковом количестве. Там 300 на 300, 500 на 500. В общем, как хотите. Сковороду налила подсолнечное масло. Разогревается баклажан. Баклажаны можно нарезать кубиками, либо соломкой. Ну, не мелкой, а средней такой. Я нарежу вот таким образом. Ну, чтобы как бы кусочки обжаренные не чувствовались в блюде, да? Вот так. Обжариваю баклажаны до готовности на умеренном огне. Помешиваю их иногда. Тем временем нарежу мелко лук. Но картофель пока не буду, чтобы он не почернел. Баклажаны готовы. Ну, буквально, может быть, 4-5 минуток вот так пожарила. Они мягенькие уже. Все готово. Я попробовала. Можно их на салфетку. Ну, я масла не сильно много добавляла. Так что тут нормально будет. Не сильно жирно. Достаточно. Ставлю сковороду на место. Добавляю еще масло подсолнечного. Ну, может быть, одну-две ложки для жарки картошки. Картофель я нарезала вот такими брусочками, ножом. Сейчас еще сильнее подогреется сковорода. И обжариваю картофель до готовности тоже. Помешиваю, пока не солю. Желательно, чтобы картофель был... Ну, немножко я его просушила. Вода не капала. Картофель почти готов. Вот стал он такой румяный. Я без крышки, без всего, жарю. Иногда перемешиваю. Смотрю, внутри мягкий нормально. Добавляю лук. Лук добавляю много. Можно поменьше, если не любите. Я целый луком еще добавила. Минутки-две с луком пережарю. Ну, чтобы лук стал мягким. Огонь у меня умеренный, чтобы ничего не подгорало. Картофель с луком готовы. Лучок даже слегка подзолотился. Добавляю баклажаны. Чеснок мелко порубила ножом. Можно через пресс выдавить. Соли по вкусу. Все перемешиваю. Минуточку где-то тоже все, чтобы прогрелось. Чесночок отдал свой аромат. Блюдо готово. Ой, чесночный аромат уже идет. Можно сюда добавить сухой укропчик, сухой чеснок, что хотите. Какие-то, ну, думаю, больше пряностей не надо, потому что здесь и так все нормально и вкусно. Все готово. Я выключила. И перемещаюсь сюда. Накрываю настой. Немного остается масла. Я его не буду использовать. Сейчас все, чтобы было не жирно. Сверху укропчиком присыплю. Ну, как-то вот так будет выглядеть. Смотрите, какая красота. И очень вкусно. Мягкая картошка, мягкие баклажаны, приправленные чесночком и свежим укропом. Это просто божественно. Смотрите, какие мягенькие. И картошечка тоже все. Просто супер. Вот такой быстрый обед. Можно это блюдо приготовить и на ужин. Потому что все быстро, вкусно. И мяса не надо. Овощи. Полный стол. Желаю всем самого доброго, настроения прекрасного, здоровья крепкого и всех благ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова